Взяться за шесть дел одновременно и преуспеть в каждом. Тульский предприниматель Ирина Ульянова на днях вернулась первым местом с конкурса «Бизнес-успех». Среди 500 участников Тулячка стала лучшей в номинации проект в сфере торговли и услуг и вышла в финал всероссийского конкурса. Сейчас Ирина Ульянова руководит оптовой базой, магазином для дачи и ремонта, бутиком женской одежды. За 20 лет разработала модель ведения дела, которая позволяет предприятию развиваться даже в условиях экономического кризиса. Подробнее расскажет Вячеслав Мараков. Здесь находятся документы, здесь план приватизации, все базы структурного подразделения Госнаба СССР. И благодаря тому, что сохранилось свидетельство на право бессрочного пользования землей, я смогла выкупить земельные участки не по рыночной стоимости, а за 2,5% от кадастровой стоимости. Это очень ощутимая разница в финансах. Новая деталь в кабинете – золотой домкрат. Статуэтка не просто украшения, она – ежедневное напоминание. Для успеха необходимо прилагать максимальное усилие. Ирине Ульяновой домкрат достался как приз региональной премии «Бизнес-успех» среди малых и средних предпринимателей. Конкурс прошел на днях в Рязани. Среди 500 участников «Тулячка» признана лучшей в номинации «Проект в сфере товаров и услуг». В данной ситуации нужно все-таки было выделиться. Я начала презентацию свою совершенно по-другому переосмысливать. Бессонная ночь в номере в гостинице, бессонная ночь у моего помощника здесь в «Туле», общение по электронке, по «Вайберу», то есть все, что могли. За ночь мы переделали всю презентацию, поменяли всю концепцию моего выступления и постарались сделать из выступления шоу. Ирина Ульянова сегодня руководит сразу шестью бизнесами. От оптовой продажи стройматериалов до садового центра и магазина одежды. Говорит, что товар отправляется в 10 регионов страны. Каждый из шести дел дополняет другое и позволяет держаться на плаву. К примеру, семена и саженцы расходятся весной и летом. Госконтракты заключаются в основном в декабре. Магазин одежды нужен всегда. Так удается зарабатывать, невзирая на кризисы. Если ты будешь сидеть сложа руки и ждать, пока рынок подрастет, это не дело. Это очень легко и просто. Все само растет, но и ты растешь вместе с рынком. Поэтому я сказала, что драйв и настоящий предприниматель не тот, кто ждет, когда рынок подрастет, а тот, кто действует сам. И здесь единый рецепт я не вижу. Первое, нужно четко понимать, что ты хочешь. Второе, нужно заниматься только тем делом, где ты понимаешь, в чем ты успешен, в чем ты профессионал. В ближайших планах открытия частного бизнес-инкубатора уже запущен франчайзинг садового центра. В одном районе магазин уже открылся, на очереди другой. Владельцы этих торговых точек закупать товар будут в Туле, а значит, станут постоянными оптовыми клиентами. Ирина Ульянова и сама опытный садовод. На 10 сотках приусадебного участка только сортов роз, больше 200. Ухаживает за растениями в коротких перерывах и на выходных. Впереди у Ирины Ульяновой подготовка к всероссийскому этапу конкурса «Бизнес-успех». Это для души. Для дела – разработка нового стартапа. Чем займется уже в этом году, не рассказывает. Бизнес-секреты. Но, говорит, ход неожиданный. Именно неожиданные ходы позволили тульской предпринимательнице открыть бизнес в 1997 году и не закрывать его, пройдя через три серьезных экономических кризиса. Вячеслав Мараков, Александр Лехнер, Первый Тульский.